Мы не перестаем удивляться замечательным достижениям российской медицинской науки, что лишний раз указывает на проблемы народного здравоохранения, которые находятся в затяжном кризисе. Этот кризис имеет системный характер, вызванный сменой парадигмы развития медицины в целом. С 90-х годов работа врача из миссии «Служение народу» превратилась в услугу, а оказание услуг построено уже на других, рыночных, принципах, принципах маркетинга, а не гражданского гуманизма. Маркетинг ставит целью формирование постоянной клиентуры, наращивание продаж услуг ради прибыли. Логика маркетинга проста. Что нужно делать, чтобы заполучить постоянного клиента? Нужно его лечить так, чтобы он вскоре снова пришел, а потом подсадить его на лекарство, которое он должен пить постоянно, если хочет жить. Испытал на личном опыте. И что это означает на профессиональном языке? Это означает, что нужно лечить не причины болезни, а устранять на время болезненные симптомы. То есть врачевать не причину болезни, а ее следствие. Тогда клиент от вас никуда не денется. Будет ходить на процедуры, пить рекомендованные таблетки и еще благодарить. Вы ведь снимаете боль, продлеваете ему жизнь. В итоге лечебное учреждение получает стабильную прибыль или возмещение расходов из бюджета. В этом случае фармацевтические компании на поток ставят производство облегчающей боль, но малоэффективных препаратов, а аптеки охотно их заказывают, имея оборот. В этой ситуации действенные, лечащие больного лекарства, рекомендованные медицинской наукой и передовой практикой, становятся врагами системы здравоохранения, хотя она этого и не признает. Потому что если больных будет все меньше, врачей, лекарств, нужно будет тоже не так много, обанкротятся многочисленные аптеки, которых уже больше, чем булочных, расстроятся фармацевты от падения продаж и прибыли, сокращать придется персонал клиник, главврачей, министров, да кто же против себя будет работать. Поэтому коммерциализация медицинских услуг, даже в бюджетной сфере, развивается ударными темпами, при том, что формально здравоохранение считается как бы бесплатным. Но попробуйте бесплатно что-нибудь вылечить, если, конечно, вы не депутат или крупный чиновник. И не нужно думать, что за рубежом все значительно лучше, там лечат, как правило, за деньги, за хорошие деньги. На таких условиях здоровье можно поправить и у населения. Но есть одна загвоздка. С тех пор, как коммерциализация, а местами и коррупция, проникли в российское здравоохранение, в сознание медиков, и, естественно, в систему подготовки кадров, высоких профессионалов медицины становится все меньше, а ловкачей, которые лихо ставят диагнозы, раздают таблетки, устраняя стандартным методом симптомы, все больше. В итоге проходит десятилетие, а серьезных сдвигов в лечении больных почему-то нет, продолжительность жизни россиян остается самой низкой в Западной Европе, несмотря на отдельные успехи, особенно столичных клиник. ТО. Получается, что хорошо лечить, себе дороже. К тому же затраты на систему здравоохранения в России в абсолютном и относительном виде. В доле КНТ значительно ниже, чем в развитых странах. Зарплаты врачей тоже. Доктор у нас реально не мотивирован работать на результат, брать риск на себя в сложной ситуации. Передовой опыт распространяется плохо. Рекомендованные врачами лекарства зачастую оказываются неэффективными, потому что эффективных в наличии критически недостает или вообще нет. Фармкомпании, аптеки, частные клиники лоббируют свои интересы в административных структурах, и ситуация практически не меняется годами. Есть ли у кризисной ситуации здравоохранения реальный выход? Конечно, есть, но это непростое и болезненное для многих его участников решение. Один. Нужно вернуться к принципу «работа врачей, клиник – это не услуга, а миссия – служение народу». Поэтому 95% медицинских услуг должно оказываться бесплатно. На лбу каждого медика следует написать слова Гиппократа «лечить больных, а не болезни». Цель врача – вылечить, а не лечить. А цель системы здравоохранения – уменьшить число клиентов больниц, но увеличить число активистов оздоровительных спортивных мероприятий. Лечить же за деньги можно вечно, без явного результата. Два. Нужно пересмотреть взгляд на расходы по лечению граждан, как на издержки общества, которые, естественно, нужно оптимизировать, а рассматривать их как на инвестиции в основной капитал. Еще Ленин говорил, что «главная производительная сила общества – есть рабочий, трудящийся». А то на ремонт, модернизацию станка, предпринимателю денег не жалко, а на лечение рабочего – оплату больничных листов, жаба душит. Три. Особое внимание. Стоит уделить вопросу «подготовка квалифицированных медиков в медицинских академиях, на стажировках, выпг, качество работы врача следует контролировать постоянно, объективно присваивать категории. Квалифицированную добросовестную работу врача высшей категории серьезно мотивировать от неквалифицированных халтурщиков и избавляться. Ошибки неопытного недоученного, да еще безответственного врача, дорого обходятся». Четыре. Доля расходов на здравоохранение к бюджету должна быть не ниже европейских стран. Пять. Практику закрытия сельских больниц, родильных домов, малых населенных пунктов с целью оптимизации признать порочной. Если в поселке-пункте нет больницы, врача, школы – это будет умирающее село. Сегодня у нас почти треть таких сел, зато программы оптимизации на подъеме. У сельского врача должен быть дом с садом, автомобиль для посещения больных, необходимая аппаратура и достойная зарплата. Тогда он никуда не уедет. Шесть. Материальная база лечебных учреждений должна развиваться опережающими темпами. Цены на производство аппаратуры необходимо жестко контролировать, не допуская коррупции. К примеру, прибор для мониторирования давления и пульса, с которым пациент ходит один-два дня, вес 150-200 грамм, со слов врача, стоит больше 100 тысяч рублей, причем 90% оплаты, за программу. Пример, пожалуй, десятилетного завышения цены на простой прибор и несложную программу. Почему? Возможно, это выгодно министерству. Или там этим вопросом занимались люди, стажировавшиеся на Луне. А такие приборы должны быть в любой сельской клинике. Реально он должен стоить при массовом производстве не больше пяти тысяч, с учетом программы на компьютер для дешифровки данных. Семь. Новейшие методы лечения и препараты, научные медицинские центры, должны спускать в систему здравоохранения, как обязательно рекомендуемые передовые методы и средства. Фармацевты обязаны такие эффективные лекарства и приборы выпускать оперативно и в достаточном количестве. Аптеки обязаны их заказывать и всегда иметь в наличии по ценам, предполагающим наценку от оптовой, не более 10%. При отсутствии заказа и закупок эффективных рекомендуемых Академией и Министерством лекарств аптеке следовало бы лишать лицензии. Восемь. Опыт лечения сложных болезней должен распространяться по сети, быть доступным любой больнице. Девять. История болезни каждого гражданина должна быть в электронном виде, у врача в компьютере и в базе регионального министерства. Врач должен видеть, какие болезни были у пациента, как, чем их лечили и каковы результаты. Должен быть канал пересылки комплекса анализа больного в сложной ситуации в Центральную региональную клинику опытному врачу или их консилиуму для рекомендаций или принятия решений. Десять. Необходима региональная, федеральная статистика, поквартальная или хотя бы полугодовая больных, выздоровевших, в том числе смертельных случаев, по каждой категории болезней. Пандемия дает пример. Так можно отслеживать качество работы больниц. Успешно работающие клиники должны поощряться. Одиннадцать. Следует продумать меры ответственности и граждан в случае их наплевательском отношении к своему здоровью, невыполнение рекомендаций врачей, злоупотребление алкоголем, наркотиками. Почему другие граждане должны платить налоги, чтобы лечить тех, кто умышленно приносит вред своему здоровью? Борьба с наркоманией должна быть жесткой, тестирование, особенно в молодежных коллективах, старших классах, вузах, обязательном, лечение, принудительном, при последующем жестком контроле. Двенадцать. Альтернативой лечения запущенного злоупотреблениями, пассивным образом жизни, неправильным питанием и образом жизни организма должна стать массовая физкультура и спорт, занятие которым должно войти в привычку. Расходы на организацию спортивно-оздоровительных, культурных мероприятий должны быть в приоритете как статья на оздоровление нации. Тогда меньше нужно будет тратить средств на лечение тяжелых недугов. Судя по тому, с каким вниманием ведется статистика по пандемии и насколько пренебрегают информации по всем остальным болезням, Министерство здравоохранения, не имея четких планов оздоровления нации, подается пока конъюнктурным ПР-подходам. Но без здоровой нации нет крепкой обороны, эффективной экономики, счастливой семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok